Поэтому я выбираю одну и наблюдаю за тем, как я это чувствую. И у меня бывали интересные вещи, как я вижу две поверхности, и для того, чтобы я это почувствовала, у меня между ними пробегали искорки, между двумя поверхностями. Тогда я могу чувствовать, я могу чувствовать искорки. А, классно. Это весело. В зависимости от того, какая там картинка. И в зависимости от того, какой формы, например. Но я на самом деле не знал, как что выглядит в определенных местах. Поэтому я не делал точную картинку. Я делал силуэты определенных форм. И потом чувствовал искорки между силуэтами. И через какое-то время я подумал. И что, и все? Вот об этом мне рассказывали все с таким воодушевлением. Вот это вот искорки. Да ладно. Мне самому будет интереснее. Потому что если я сам, то мне вот это все делать не нужно. Потому что я в безопасности. И по крайней мере я могу чувствовать и чувствовать. И это весело. Но вот это. Вы определяете паттерны. И определяете в частях людей, как они думают. Какие у них стратегии. Что они делают. И если вы находите человека, у которого преимущественно происходит вижу-чувствую. Тогда вы можете достаточно четко понять, что они не так уж долго будут замужем или женой. Особенно если они... У них пара кинестет. Потому что раньше или позже кинестет скажет. Что с тобой, черт побери, такое? Эй. У тебя есть тело? В курсе? Можешь пользоваться им? Всем. Потому что видеть чувствующий человека... Обладать тенденцией двигать только то, на что он смотрит сейчас. Все остальное будет недвижимо. Чтобы оно не мешало картинке. Вы знаете, возьмите хорошего кинестета, отдайте вот этому человеку. И через пару лет кинестет вам скажет. Да? Да. 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 Баба. Вы собираете большое количество информации. О частях, о людях. Чем более качественную информацию вы получаете, Ключ к вашим навыкам, это не техники. Это качество информации, которую вы собрали. Ребята, если рассказывать какие-то секреты, кроме нескольких важных, Секрет ваших навыков В качестве информации, которую вы собрали. Если вы собрали качественную информацию, Что с кем-то делать Оказывается простым и понятным. Если вы не знаете, что с кем-то делать, Это не потому, что вы не обладаете техникой, А потому, что вы не собрали информацию. Каждый раз, когда я с кем-то работаю, И я теряюсь или не знаю, что делать, Или что-то пытаюсь сделать, но оно идет не так, как я хотел. Тогда у меня в голове звенит звоночек, Который говорит, больше информации. Ты не знаешь чего-то, что тебе нужно знать. И я остановлю работу с клиентом. И я скажу, расскажите мне больше о вот этом. Или как вы делаете вот это. Знаете, мне кажется, я не совсем четко понялся, И это я говорил к клиентам много раз. Знаете что? Вы не против, если мы начнем снова? Сразу, сначала. Здравствуйте, меня зовут Фрэнк. Как вас зовут? Не против? Зачем я пропустил что-то важное? Я хочу знать все, что мне нужно знать, Для того, чтобы вам помочь. Люди замечательные. Хорошо. Каждый раз, когда я решал так сделать, На каком-то моменте я понимал, Вот что я пропустил. Теперь все складывается. Помните, что я предлагал вам раньше? Когда вы кого-то слушаете, Начинайте с ничего в голове. И создавайте его личность. На основе информации, которую человек вам дает. Пока не приходит момент, Когда вы можете себе сказать, Если бы я думал так, как думаешь ты, Если бы я использовал мысли, которые я взял у тебя, У меня была бы та же проблема. Вот откуда я знаю, что все сходится. Мне может быть еще нужна дополнительная информация. Потому что у меня есть система. Проблема нужна, Если ты думаешь таким образом. Если ты думаешь таким образом, То у тебя не может не быть этой проблемой. Потому что мыслительные процессы, Которые вы понимаете, Приводят к этой проблеме. И вот тут вы осознаете, что вы делаете. Понимаете? Визуализация и нарушение метамоделя. У вас будут удивления. Потому что вы повернете. Поговорите с кинестетической частью этого человека. И услышите совершенно другие паттерны нарушения метамоделя. Разные части будут пользоваться иногда разными комплексами эквивалентами. Когда вы начинаете определять речь и действия частей, То вы будете лучше понимать, Почему возникают такие конфликты. Мы говорили про Эдит. Эдит и мужа, да? На семейной терапии. Вы будете поражены, Насколько часто такой же разговор может возникать? Между двумя частями одного человека. Практически такой же. Где части просто настолько различаются. Вы бы подумали, что в одной голове Они будут одинаковые, Или по крайней мере близкие. Но иногда нисколько не близкие. Никто не знает об этом лично. Дискретная, аудиальная. Есть ли там метачасть? В этом рассказе, в этой беседе. Есть ли там часть, которая легко принимает третью позицию? Часто или постоянно? Будьте осторожны. Очень часто люди путают части с метачастями. Откуда вы знаете разницу? Я знаю разницу, когда цифровая часть Откуда вы знаете разницу между цифровой частью и метачастью? Дискретной частью. Это помогает. Однако, дискретная тоже может об этом знать. Но это начало. Хорошо, что значит? Что она не калибрует в ответ на взаимодействие других частей. Прежде всего. Понимаете? Другими словами, она не восприимчива к динамике конфликта. Первое. Второе. Она знает о других частях. Третье. Она комментирует процесс между частями. Гораздо чаще, чем содержание между частями. Она не присоединяется к спору о содержании. Она не решает, кто прав, кто не прав. В момент, когда она решает, кто прав, кто не прав, она перестает быть метачастей. Может ли метачасть быть втянутой в спор и стать обычной частью на какое-то время? Да. Бывает. Надеюсь, что не надолго. Не калибрует. В ходе динамики взаимодействия между частями. Большинство ее комментариев это комментарии по процессу, а не по содержанию. И она не принимает ничью сторону. Она над стороной. 99% вероятности, она вам об этом скажет. В 1% вы обнаружите, что одна из частей, которая очень умная, и будет играть роль метачасты для того, чтобы контролировать. Потому что я так, кто знает истины. Вы там спорите, спорите нормально. Но как только вы прекратите свои глупые перебранки, вы можете от меня услышать цветовую карту. Ну, я не буду мешать вам болвану спорить, пока в этом не выяснили. Мета-часть? Нет. Звучит похоже. Ну, это просто обычный хороший дискретник, стоящий сзади. И ждет, пока эти идиоты закончат орать долг на долг. Чтобы она им могла рассказать про недавние исследования и важные и цельные процессы. Правильное нового и ритмы. И как рациональное человеческое существо должно жить подавающее и правильное. Некоторые из вас это знают. Хорошо, переходим к 7. И интересный вопрос. Потому что, знаете, все, о чем мы говорили, выглядит точно так же и для ДСТ, для терапевтических метафор, для обычной беседы между друзьями, для тренера НЛП, помогающего, изучающего НЛП что-то сделать. Потому что сбор информации есть всегда сбор информации. Это первый шаг любого, хоть сколь-нибудь ценного взаимодействия. Это единственный способ, которым вы можете убрать зеркало. Это первый шаг в любом процессе коммуникации, который имеет хоть какую-то ценность. Убрать зеркало. Как убрать зеркало? Вы определяете все эти вещи. Единственное различие в том, что если вы собираетесь, понимаете, что вы собираетесь использовать метафору, тогда вы добавляете несколько перемен, которые я бы не добавлял, если бы я делал только ДСТ. Простых, простейших вещей. Время и место. Если я буду делать ДСТ, то, возможно, мне это не нужно. Ну, может быть. Вы собираете информацию. Когда вы добираетесь до седьмого пункта, то он начинает становиться веселее. Теперь нужно принять решение. Так вот. Если это с отдельным человеком, с помощью информации, которую вы собрали, вы решаете, буду ли я использовать гипноз, буду ли я делать ДСТ, будет ли у меня логическая дискуссия, которая в некоторых случаях является подобающей ценой, или буду ли я использовать терапевтический метафор. Какую из этих четырех основных категорий я буду использовать как наиболее эффективную в данном случае? Понимаете? Потому что, если вы говорите с отдельным человеком, вам нужно выбрать форму, которая будет им подходить. ДСТ подходит не все. Терапевтические метафоры подходят не всегда. Если я говорю с кем-то про вес и в ходе сбора информации, я понимаю, что у них есть три очень простых паттерна, комплексные эквиваленты, которые гарантируют их избыточный вес, и он может избавиться от этого с помощью простых действий и принять сознательное решение, сделать тарелки меньше, всегда оставлять еду на тарелку, по крайней мере, хоть чуть-чуть, по крайней мере, что-нибудь, чтобы оставалось на тарелке. И есть два раза в день, а не три раза. Человек говорит, Я не понимал, что я делал это, это, это и я. Здорово. Спасибо. Увидимся позже. Закончили. Но, с калибровки, конгруэнтность, убедитесь в том, что вы даете реальность. Откуда вы знаете, если вы общаетесь с отдельным человеком, когда нужно использовать терапевтические метафоры? Что вы услышите, что вы увидите? Все очень отлично. Это не было, это так. Да, но не достаточно. Да, но не достаточно. Если человек мыслит объективно, и сравнение метафоры с самым мыслитом. А откуда вы знаете, что человек мыслит метафорами? Приводит пример. Например, например, Хорошо. 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 Это будет очень замечательно. Если клиент подходит, история помогает мне измениться. Поэтому, пожалуйста, оставайтесь истории. как в том кино, помнишь, как в том кино? Хорошо. Если они сами в речи, иногда я чувствую себя листком на ветру. Он говорит, расскажите мне какую-то проблему. У меня проблема в том, что, вы знаете, когда я пробираюсь сквозь жизнь, я чувствую, что я пробиваю сквозь жизнь, как слон через джунгли. Спасибо. Интересно, какую же форму использовать терапию, да? Когда нет очевидного внутреннего конфликта. ДСТ. Очевидный сознательный внутренний конфликт. Я хочу сделать вот так, но не могу. Я спорю сам с собой по вот этому вопросу. Я не люблю, когда мне люди говорят, что делать. Но я очень люблю людей, я люблю дружить. Они меня не любят, когда я над ними начинаю доминировать. А я не могу удержать себя от такого поведения. И я одинок и обеспокоен. И не знаю, как быть близким с людьми. Потому что людям со мной не комфортно. Но я никогда не позволю людям говорить мне, что делать. Интересно, есть ли это в человеке внутренний конфликт или нет? Откуда вы знаете, что вам нужно использовать гипноз? Когда гипноз является предпочтительной формой? Когда клиент использует гипноз по отношению к вам. Нет, 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 нет. Гипноз я буду делать. А вы будете спать. Не наоборот. Как у Милтона, да? Вперед? Вперед! 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 Подними мальчика в спал. Как минимум на всякий эстетику. Что? Как минимум на всякий эстетик. Да, это новый подход, но... Что еще? Когда клиент сопротивляется и резидимо вмешивается в терапевтическую робот... Вперед! 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 Мне нравится. Я об этом так не думал. Нет, нет, давайте перейдем с этой частью. Нет, 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 давайте перейдем с этой частью. Нет, нет. Это будет спать. Нет, нет, нет. Вы со мной хотите посмотреть? Хорошо. Поехали. Глубже, глубже. Глубже, глубже. Глубже, глубже. Глубже. И когда вы идете, и вверх, ЗАУБИТЕ В СВОЙ РОД! Я люблю, Виттер. Я об этом так раньше не думал. Когда он не спокойно, он будет ресурсом для генерал-клумейт. Он будет ресурсом для генерал-клумейт. Его генерал-клумейт будет ресурсом. Я тоже люблю это. Я не думаю о том. Обычно, возможно, способность клиентами к ассоциации, ассоциации и общению. И генерал-клумейт. Или не способны. Я не знаю, может быть. Для клиента надо получить доступ к ассоциации. Даже с детства. Я постараюсь сказать простыми словами. Я не настолько умный, чтобы говорить об этом сложными терминами, поэтому стараюсь говорить простыми. когда у человека что-то происходит, и он это не понимает, он не знает, как об этом высказаться. И это то, что происходит с ними полностью за пределами их сознательного контроля или понимания. Человек к вам приходит и говорит, это произошло. Я не знаю почему, я не знаю когда, я не знаю как. Вы задаете много вопросов. Это достаточно сильные симптомы, что они просто не контролируют это сознательно и не понимают это сознательно. И если там глубокий импринт. И профессионал нам рассказывает, что хождение вокруг импринта, это правило ничего хорошего для любой информации, кроме того, что это импринт. Кроме того, что это импринт. И если работает так, работает для вас так. И мне нравятся идеи. Я не знаю как определить импринт по сравнению с некоторым импринт. Но возможно вы правы. Я просто не знаю как его найти. Я не знаю. А кто еще? Вы когда много обобщили? Я не знаю как это отношение, когда обобщается. Да, это часть того, что Володя говорит. Интересная идея, но я об этом как не думал. И это может быть правда. Попробуйте с этим поработать. Павел занимается этим. Он может вам сказать, есть ли у него этот опыт. Я раньше гораздо больше пользовался гипнозом. И я на каком-то моменте определил, что вся коммуникация это гипноз. Жизнь это гипноз. Очень многие люди говорят о трансе. Транс для меня это интересное слово. Потому что мы всегда в трансе. Но поскольку мы в определенном виде транса более часто, чем в других видах. Мы называем это нормой. Некоторые люди говорят, что это не транс. Это естественный транс. Это естественный транс. Может быть я это упоминал уже? Один из людей, которых я знал, он известный в Америке. Он один или два раза переживал гипноз. И он приходил на наши группы эриксоновского гипноза. И постоянно тянул руку, чтобы быть клиентом на демонстрации. Для разных техник гипноза. Особенно для внушения. Никто не мог понять, как этого несчастного загнать в транс. Джон и Ричард и я с ним по поводу него один раз говорили. Мы знаем, что делать. Мы пошли к этому человеку. Спросили его, хочет ли он поработать с нами тремя. Джон Ричард и я. Мы договорились. Мы его разбудили. Для него это был невероятный опыт. Наконец-то. Он понял, что такое транс. Он мог что-то видеть. Он мог что-то слышать. Для него это было совершенно новое переживание. Нам не нужно было его вводить в транс. Он всегда был в трансе. И вне зависимости от того, что бы люди не старались с ним сделать, никакого различия у него не было. Поэтому мы его похлопали, разбудили, потрясли. Задали вопрос. А ты там что видишь? Я вижу... Я вижу расстояние, вижу просто... Что там, черт побери, висит на стене? На стене. А, там голубое. И там картина. Ух ты! Боже мой! Там их четыре! Ух ты! Спасибо! Наконец-то! Пожалуйста! У него не было никогда опыта, привнесенного извне. Он не знал, что это такое. Поэтому все, что мы пытались сделать с ним трансом, его не менял. Он не мог это понять. Иногда гипноз бывает очень веселый. Особенно, когда вы с кем-то, кто... Как тебе? Нравится? О, спасибо! Давай еще! С удовольствием! Если вы знаете человека, то вы понимаете, почему это был такой приятный опыт. Так вот. Вы приняли решение воспользоваться метафорой. Теперь вам нужно думать о том, чтобы изменить шаги или стратегии. Вы приняли решение использоваться метафорой, потому что человек пользуется метафорой. Или потому что у него есть тенденция думать символами. Он не говорит про часть меня, он говорит про часть меня, подобную духу. У которого есть такой невероятный внутренний опыт. У которого есть такой невероятный внутренний опыт. Ладно, понял, метафора. Просто, очевидно. Вы можете сделать это сложным. Или вы можете открыть глаза и уши и посмотреть, послушать то, что перед вами. Человек вам расскажет. Все, что вам нужно, вот он. Не нужно быть настолько умным. Нужно пользоваться глазами и ушами и обращать внимание на то, кто перед вами. Изменяйте шаги. Как вы ведете ваш рассказ? Куда вы двигаетесь? Что вы будете делать? Куда приведет ваш рассказ? Как он будет работать? Моя любимая форма Это ДСТ. ДСТ, о котором мы говорили в тот вечер, когда я вам показывал форму. В большинстве случаев, когда вы общаетесь с клиентом. Вы определяете, что что-то он уже сделал. И он либо запнулся на какой-то части. Или не знает, как выкинуть мусор. Вы понимаете? Поэтому в большинстве случаев, я структурирую метафору вокруг процесса ДСТ. ДСТ является природным целительным процессом для людей. Не мы его разработали. Он не возник из воздуха. Тест...